Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш вопрос. Вопрос касается рождения ребенка. Автор вопроса Алина прошла через тяжелую беременность и сейчас, находясь с мужчиной в отношениях, она не хочет поражать еще. А муж требует, требует, требует от нее этого, требует, чтобы она родила. И у автора вопроса, чувство вины, потому что от нее ждут, как она говорит, ребенка, а она понимает, что, ну, что рожать не хочет, да, понимает, что рожать, грубо говоря, не будет, да, вот. От этого ей очень плохо, как вот она сама говорит. Вот. Что я могу здесь вам сказать. Во-первых, конечно, чувствуется, что у вас много злости, да, чувствуется, что у вас много какой-то такой обиды, да, вот, ну, обиды, да, на, там, непонимание нужно. Вот. И, на мой взгляд, для того, чтобы эту ситуацию максимально корректно прожить, да, вам нужно вот начало, начало, начало прожить свои чувства, вот, чтобы они вас, ну, не отправляли, как-то, вот, чтобы они вам не мешали, и чтобы вы могли для себя понимать, ну, вот, в какую сторону выходить идти. Большое, значит, конечно, чувство вины, неприятное ощущение. Это правда. И я понимаю, что вы разрываетесь между двух огней пасыть, как бы, то есть вы разрываетесь между тем, что получается, любите своего мужа и хотите, ну, чтобы ему было хорошо, и в то же время у вас есть своя ситуация, плюс еще есть некоторые нюансы с мужем, которые тоже вас немного останавливают, вот, но которые, вот, как будто бы вы не проговариваете со своим мужем, да, то есть, например, вот, свои отношения, там, по поводу ребенка и то, что касается его фамилии, вот, вы всего этого со своим мужем не проговариваете, а вообще-то это очень важный момент, как мне кажется, вот, потому что это, ну, вопрос взаимопонимания, да, между вами, вопрос какого-то балира между вами и так далее, вот, и поэтому вы, как будто бы, внимание внимание не уделяется, это, конечно, на мой взгляд, очень сильно бросается в глаза, вот, но, говорить я хотел не об этом, а о том, что, на мой взгляд, вот, для того, чтобы вас не беспокоило, да, нужно, во-первых, опереться на те вещи, которые вас останавливают, от того, чтобы беременеть, вот, эти вещи объективные, эти вещи, эти вещи, непридуманные, из головы, вами эти вещи, действительно существуют, и, о-о-о, вот, все-все моменты, которые говорят, как бы, не в пользу, не в пользу того, чтобы вы беременеть, да, вот, вам нужно, на мой взгляд, это для себя, вам нужно на это, на это опираться, вот, вот, вы же, как мне кажется, этого не делаете, то есть, вы не опираетесь, вот, на эти вещи, а, как, как, как бы, как бы, переключаетесь, да, на то, что требует от вас ваш муж, только потому, что, ну, как бы, более внимательно, что ли, смотрите на то, что хочет от вас, допустим, человек, да, вот, а не то, чего, не то, чего хотите вы сами, вот, хотя, в общем и целом, на мой взгляд, да, совершенно очевидно, что, то, чего хотите вы сами, является куда более важным, потому, что, ну, вам, собственно, в этом смысле, вам рожать, вот, вам рожать, а не, ну, не мужу, вот, и, соответственно, вам через все это проходить, поэтому, вот, первое, что нужно сделать, на мой взгляд, это опираться на себя, опираться на себя и на то, что вам важно, на то, вот, чего вы хотите, да, и на то, собственно, чего вы не хотите, не хотите, вот, это абсолютно, как бы, ну, нормально, это абсолютно, естественно, это абсолютно адекватно, если у вас не получается, то это уже, вот, значит, момент, с которым нужно работать. Следующее, как мне кажется, следующий момент касается того, что, вот, чувство вины, да, ну, само по себе, чувство вины является злостью, вот, но злостью направлены, направлены на себя, то есть, когда, то есть, когда вы злитесь, а, вы направляете вот эту власть на себя, вместо того, чтобы направлять ее туда, кому она предназначается, вот, а предназначается она в данном случае вашему мужу, и, может быть, может быть даже родственникам, системы, которые ждут от вас ребенка. Поэтому ваша задача заключается в том, чтобы позволить своей злости быть направленной на тех, кто ее вызывает, тех, кто, по сути, на мой взгляд, нарушает ваши личные границы. Я уверен в том, что ваша личная граница нарушается, когда мы требуем, чтобы вы родили, при том, что, грубо говоря, знают вашу ситуацию и все равно требуют это делать. На мой взгляд, совершенно не важно, какими мотивами, да, он, ну, движим, вот, тем более, что ребенок у него, получается, еще один есть, он с ним просто ведет не общаться. То есть, ну, как бы тут вот это ваше сомнение, да, и ваше, значит, какое-то вот нежелание, да, ваши опасения, если хотите, более чем понятно. Вот. Вот как-то так. Мне кажется, что вам необходимо разрешить внутренний конфликт свой, где вы, с одной стороны, любите своего мужа, да, и хотите сделать его счастливым, а с другой стороны, где вы пытаетесь защищать себя. Вот. На мой взгляд, ситуация усугубляет то, что вы говорите, что муж – это лучшее, что с вами было в жизни. Я в этом увидел то, что у вас могут быть некоторые сложности с тем, чтобы самостоятельно делать свою жизнь, значит, ну, счастливой, да, или такой, какой вы хотите, чтобы она была. Вот. Если это так, то вот это еще один, ну, такой довольно важный момент, на который нужно обратить внимание. Вот. Потому что таким образом вы оказываетесь как бы в зависимости от своего мужа, да, в зависимости от него. Потому что вы, ну, не можете, грубо говоря, значит, самостоятельно, да, организовать свою жизнь счастливыми. Вот. Это тоже очень важный момент. Ну, и можно и нужно, конечно, разобраться с чувствами к мужу. Вот. Чтобы понять, что это за чувство, да, когда вы говорите, например, что вы любите его. Вот. Не то, чтобы я вам не верил, да, что вы его любите, но, на мой взгляд, чувство любви не приводит, с самой стороны, к вине, да, то есть, то есть, мне кажется, что чувство любви не должно нести с собой какую-то вину. Это первое. Вот. Второе. Мне кажется, что, ну, вот, в любви, да, не место попыткам переделать человека, да, именно это, опять же, вот, как будто бы ваш муж делает, то есть пытается вас переделать под себя. Вот. И, на мой взгляд, это вот не совсем здоровая история, на мой взгляд, это не совсем хорошие отношения, и, на мой взгляд, это тоже то, что нуждается в корректировании. То есть, это, возможно, благодаря, как мне думается, по-моему, как вы, вот, сами к себе относитесь, ну, сами к себе относитесь. Вот. Потому что, ну, муж ваш мог нарушиться, на мой взгляд, да, у вас, по-моему, что вот к вам можно так относиться. И, на мой взгляд, это можно и нужно корректировать, да, это можно и нужно, значит, поправлять, да, можно и нужно, чтобы этого не было. Но, естественно, для этого, для этого нужны ваши, ну, ваши желания, да, то есть нужно, чтобы вы хотели этим заниматься, в первую очередь, сами. Дальше. Я думаю, что здесь нет, ну, вот, в вашей ситуации, да, я думаю, что нет, и не может быть выигрышных каких-то, правильных решений, вот, то есть обязательно, вот, придется чем-то, ну, что-то заплатить за свой выбор. И в то же время, как мне думается, не случайно при таком, как мне кажется, тяжелом опыте беременности, да, вот, совершенно не случайно вы выбрали себе мужчину, который, 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 такой упор делает на ребенка, вот, я думаю, я думаю, что это не случайно, вот, я думаю, что связано это с тем, что вы можете вполне легко себя горить за то, что, во-первых, родили, первого ребенка, ребенка, ну, как-то тяжело и болезненно, вот, вы можете корить себя за то, что не хотите, не хотите еще рожать, вот. То есть, вот, мне кажется, что, в данном случае, вот, ваш муж, да, это вот, такая история, которая, ну, как-то, вы знаете, она, как будто бы, отражает, или может отражать, некий ваш собственный внутренний конфликт, вот, и, как я думаю, это тоже может быть большой и серьезной проблемой. Ну, и сюда добавляется еще, вероятно, страх одиночества, да, при вашей такой некой общей картине, да, того, что вы описываете, вот, на мой взгляд, очевидно, что вы можете бояться, ну, потерять, да, может, да, бояться, что он, там, уйдет от вас и так далее, вот. То есть, у вас могут быть определенные, ну, какие-то вот, знаете, трудности определенные с, ну, самодостаточностью, как мне кажется, вот. Хотя, здесь, опять же, есть, ну, вот, свои нюансы, безусловно, вот, и мне бы хотелось, вот, увидеть этот момент, увидеть. Главное, вот, что вы, что вы вкладываете, что вы вкладываете в, ну, вот, в термин «люблю», да, пусть, вот, когда вы говорите, да, что, вот, «люблю», «люблю», значит, своего мужа, да, вот, мне очень хочется, вот, чтобы вы постарались, вот, ответить на вопрос, да, вот, хорошо, вы его любите, а вот, значит, ну, вот, условно говоря, что вы в это вкладываете, да, вот, то, что вы говорите, что вы его любите, то, что такое для вас любовь, вот, это очень важный момент. Честно говоря, честно говоря, честно говоря, честно говоря, я не думаю, что ваш муж поменяет свое точки зрения, вот, если, если уж он решил, вот, так вот, вот, ну, если он решил уделять внимание, так много ребенку, вот, то, вероятно, он будет это делать, вот, понимаете, да, как раз, какая штука, вот, он будет это делать, он будет этим, ну, он будет, он будет на этом настаивать, да, вот, он будет это делать, поэтому, вот, это, то, что, мне кажется, вам нужно принять, да, то есть, вот, готовы ли вывод к тому, что, ну, будет, вот, такая история, такая ситуация, периодически, вот, что, вам будут такие вот, значит, ну, претензии предъявляться, вот, и, соответственно, если вы, значит, чувствуете в себе, какие-то, какие-то возможности для того, чтобы это принять, да, то нужно искать эти возможности в себе, а если чувствуете, что нет, то, что, скорее всего, вы, ну, друг другу не совсем подходит, вот, еще, дополнительно, я бы, поработал бы, наверное, с самооценкой, да, вот, вот, мне кажется, что, у вас она не высока, вот, поэтому, я бы, поработал, с ней, я бы, поработал, с тем, как, вот, вы, к себе, одну жизнь, да, как вы, как вы, себя, себя, воспринимаете, и так далее, вот, я бы, я бы на это, тоже, обратил бы, внимание, ну, вот, потому что, из позиции, из ощущения своей ценности, вам было бы легче, значит, выстраивать свои личные границы, вот. Внутренний конфликт ваш, который, как мне кажется, сейчас, как будто бы сводится только к тому, что от вас требует супруг, Супруг, необходимо перевести во внутреннее русло, супруг, супруг, супруг здесь, ни при чем, вот, Перевод внутреннего конфликта во внутреннюю форму, форму, с последующим разрешением, тоже очень, очень важно, вот, Ну, и, то, что вы описываете, вот, значит, про родителей, да, то есть, вот, тоже, вот, есть, такой момент, что, вот, вы, значит, Ну, помимо того, что у вас очень много накопилось злости, унижения и так далее, да, то есть, вот, вы себя чувствовали ужасно, унижение еще, вот, вот, Мне отдельный интересный момент, что, когда вам родители сказали, все, у нас нет денег, я собрала вещи и ушла к друзьям, Ребенка оставила имя, у меня не было сил ни на что, вот, то есть, это, вот, вы ушли от них из обиды или что, А, связался ребенок ваш с вами, вот, вот, это, вот, очень, а, такой, а, значит, ну, момент. Мне кажется, что многое из вашего физического состояния является психосоматикой, тут тоже надо будет собрать, вот, А, что можно сделать, вот, и бросает в голову то, что оба ваших текста и первые дополнения, да, они, ну, немножечко, как будто бы, знаете, От, ну, от разных людей написаны, то есть, вы сейчас чувствуете все то же самое, что описывали, вот, в своем первом тексте, вот, Или вам сейчас лучше, потому что вот этот аспект, ну, остается пока, немного, ну, для меня, по крайней мере, немного, немного не ясно, Вот, надеюсь, вы меня извините и не посчитаете это сильно без так, без так, без так, ну, вот, Значит, какое бы решение вы не приняли, психолог поможет вам его прожить, да, поможет вам пережить негативные проживания, вот, если таковые будут, вот, Ну, при наличии, при наличии, вот, такого, такого тяжелого решения для вас. Так, так что, вот, эм, как-то так. На этом все, я надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!